Всем привет! Это первый урок коротких уроков про DataStore 2. Я буду рассказывать очень просто, если хотите более сложно понять и вникнуть. У вас есть ссылка, пожалуйста, на тему про модуль DataStore. Вот ее автор пишет. Я потихонечку буду, конечно, это объяснять, но у меня это все есть уже в тех уроках просто про DataStore, который сделали внутри Roblox, и про DataStore 2, который сделал вот этот товарищ на основе некоторых наработок других пользователей и создателей Roblox. Но не будем на этом останавливаться. Если хотите, посмотрите стрим, у меня уже есть там, часовой. Все я там рассказываю, кроме промисов. Так, итак, DataStore 2. Для чего он вообще нужен? Для того, чтобы сохранять всю информацию про ваших игроков. Очки, монетки, опыт, уровни, как у них построены, где дома, какая экипировка есть и так далее. Что хотите, что угодно. Так, и плюс мы будем пользоваться еще этими данными, чтобы строить потом лидерборды. Например, по игре в целом, по всем игрокам. Так, ну на этом уроке мы только посмотрим, как поставить DataStore и сделать простую вещь. Типа кликаем на какой-то парт и получаем очки. Каждый игрок получает свои очки, они сохраняются. Так что в следующий раз, когда игрок заходит в игру, они уже есть. И может быть что-то еще покажу. Так, просто не хочу делать длинные уроки. Лучше я сейчас следующий урок запишу. Будет уже длиннее. Итак, автор говорит, что этим модулем DataStore 2 пользуются действительно многие-многие игры, в которые играют миллионы игроков и не было потерь данных. Но это очень здорово. Это означает, что мы тоже будем пользоваться этим DataStore 2. И не будем сильно ломать голову, особенно новички, используя просто DataStore, который сделал. По нему у меня два урока есть. Если что, в этом же плейлисте найдете. Так, где получить DataStore 2? Давайте кликаем на ссылку. У автора есть хранилище GitHub. И вот здесь он выкладывает последние свои версии и новости. Способов, кстати, он говорит, как получить этот DataStore 2 много. Но я вам говорю тот, который мне нравится. Сохраняем вот этот файлик. Кликаем. Просто клик. Он сохранился. Save. Теперь в игре мы его должны вставить. Вставляем мы его в Server Script Service правой кнопкой Insert From File. Ну, так как у нас был сохранен этот файл в загрузках, я его быстро нашел по этому в окошке. Вот он у нас вставился. Смотрим, что в нем. Не только один скрипт, но еще какие-то несколько скриптов и настройки. Про кое-что я рассказывал в стриме. Нам это совершенно не нужно. Единственная вещь. Вот я сейчас, если запущу игру, то у меня, в принципе, данные не будут сохраняться, потому что я все это делаю из Roblox Studio. В чем же засада? А в том, что когда вы отлаживаете свою игру в Roblox Studio, вы часто нажимаете стоп и останавливаете. Если у вас в вашу игру уже играет большое количество человек, и какие-то данные есть по этим людям, например, 100 человек, они уже заработали какие-то уровни, деньги и так далее, и есть их данные. Своими действиями из Roblox Studio, когда вы отлаживаете игру, вы можете испортить данные ваших игроков. Игрок в следующий раз зайдет в вашу игру и увидит, что у него исчезли уровни или монетки, и он просто больше к вам не придет. Так что имейте в виду. Конечно, лучше отладить свою игру в Roblox Studio, когда все отлажено. Можете ее уже публиковать в паблиш. Итак, что сделать, чтобы у нас можно было нашей игрой пользоваться из Roblox Studio, чтобы данные сохранялись? Ребята, кстати, во-первых, самое главное, нам нужно получить доступ просто к Data Store. Для этого мы должны сделать паблиш. Паблиш ту Roblox. Но она у меня уже опубликована. И мы должны обязательно зайти в настройки игры. Сейчас посмотрим, где у нас там. Я все время забываю, где у нас Settings. Home. Вот Game Settings. Нажали. Опции. Вот здесь. И вот эта галка у вас должна стоять здесь. On. Включены. Разрешить доступ студии к API сервисам. В том числе, вот видно, написано, к таким, как Data Store. Иначе нас никто не пустит к этим данным. Все. Эта галка стоит. Игра паблиш. Можно теперь спокойно работать. Ага. Не спокойно. Все-таки мы пользуемся Data Store 2, поэтому нужно зайти вот сюда. Справа. Server Storage. Нажимаем плюс. И добавляем вот такую штучку. Bull Value. И мы должны ее переименовать в Save in Studio. Почему так сложно? Я вам только что объяснил, что вы можете случайно уничтожить данные ваших игроков. И на вашу игру, извините, ну просто все забьют, не будут заходить. Я, конечно, для уроков и для тестов я эту штуку создаю. Так. И еще не все. Еще не все. Нужно сделать View Properties. Так как это... И поставить здесь галку. Value. Галочка. Вот. У Save in Studio. Разрешить. Все. Теперь можно закрыть. Окей. Давайте я теперь запущу свою заготовку и посмотрю. У меня у игрока должны появиться очки. Сколько там? Вот 6 очков. Я кликаю. Получил седьмое очко. Отлично. Теперь останавливаю игру. Выхожу. Тут у меня написано, что игрок вышел. Данные сохранены. Давайте еще раз запущу. Посмотрю, сохранились ли очки у нашего игрока. В принципе, на этом моменте урока вы уже знаете, как установить дата-стор. Это один раз делается для каждой игры. Вот. И дата-сторы разные. Они в каждой игре, он свой дата-стор. Несмотря на то, что дата-стор модуль называется дата-стор 2, он все равно получает доступ к дата-стору, который сделали в Roblox. Ваше хранилище для вашей игры, персонально созданной. Так. Да, вот 7 очков. Все отлично. Ну и давайте теперь приступим к скриптам уже, наверное. Давайте посмотрим. Так. Ну на дата-стор мы смотреть не будем. У нас же урок простой. Видите, все работает на самом деле. Вам ничего особо не нужно делать. Я должен рассказать вам только про несколько функций. Так. Смотрим, какой микроскопический скрипт. Всего 36 строчек, даже меньше. Получаем службу игроков. Получаем службу сервер скрипт сервис, потому что у нас здесь лежит в этой папке сервис скрипт сервис. Наш модуль дата-стор. Получаем ссылку на workspace. В принципе, это не обязательно. Так. И получаем ссылку на наш дата-стор. Можно переименовать наш дата-стор вот так. В DS. Во многих, наверное, играх или в примерах вы увидите. Никто нас не заставляет печатать длинные имена. Мы можем коротенькие использовать. Но так как это урок, чтобы вы не запутались и я не запутался, пусть уж будет дата-стор 2. Окей. Все. Мы теперь готовы. Мы можем пользоваться. Но дата-стор это не искусственный интеллект. Это просто тупо склад, хранилище. Стор. Стор хранить переводится. А дата это данные. Вот храним в каком-нибудь чуланчике или ящичке наши данные. Итак. Сначала мы нашему дата-стору, еще у нас игра не началась, никто не зашел. Мы ему должны сказать. Комбинируй-ка очки в дату. Что это такое? Дело в том, что на каждого игрока может быть много разных каких-то данных, которые мы будем сохранять. Вот смотрите. У меня в примере есть только очки. Points. Но мы их можем скомбинировать. Ну как бы все засунуть в один пакет. Чтобы в этом пакете хранились сразу пакеты. Представьте, пакет из пятерочки. Из магнита, откуда угодно. Из вашего любимого магазина. И в нем у нас лежит на пакете написано название вашего магазина. Дата. И вы туда положили плюшки. И макароны какие-нибудь положили. И так вы можете бесконечно-бесконечно добавлять. По мере написания игры. Ну вот когда начали писать игру. У вас конечно наверное только очки будут. Или только деньги. Или только уровень. Кстати нам никто не мешает вот так вот сделать. Вот. Дата. Главное что название пакета своего. Не забывайте. И он должен быть везде одинаковым. Мы в первый... Мы в этот пакет положили очки Points и Money. Давайте еще положим что-нибудь. Например Level. Level. Каждый пакет, каждому игроку, когда он заходит в вашу игру. Ему будут выдавать этот пакет с названием Data. Но никто вам не мешает во вторую руку ему. Или в третью, или в четвертую. У вас же мутанты тоже наверное есть. Data 2 например сделать. Это название. Название на пакетике. В которой складываются данные. Для чего это нужно? Для того чтобы вам во-первых не молчится. И чтобы Data Store сразу для одного игрока сохранял скопом целиком. Сразу все-все-все его данные. Вот. Ну поняли что можно Data 2. Только здесь не Level уже пусть будет у нас опыт какой-нибудь. Здесь будет у нас например. А и заметили я все пишу строчками в кавычках. Текстовыми строчками. Потому что если я буду без кавычек писать. То наш Roblox язык Lua подумает что это переменная. И будет искать такую переменную. Weapons. И будет искать какое слово в ней лежит. Ну ладно. Я все это стираю. Пока я вам оставлю это Money. Хотя я пока деньгами. Пока я вам только очки показываю. Как получать очки. Итак поняли. Если вы в игре добавляете какое-то новое значение. Которое будет у крыка храниться. Вы всегда его должны дописывать. И комбинировать к имеющимся данным. Вот. Без вас действительно Data Store не сообразит. Вы ему должны указать. Какие данные нужно хранить. И как. Раньше. Ну мы же сейчас уже в новом году живем. А раньше. Ну допустим год назад. Еще можно было писать. Можно без комбинирования было. Отдельно сохранять по отдельности данные. Такие деньги. Отдельно сохранять очки. Это очень тормозило большие игры. И от этого решили отказаться. Так что поняли. Data Store. И сразу комбинируем. Вот это слово Data совершенно не важно. Лишь бы это. Название вашего этого пакета. Куда вы складываете. Оно всегда было одним и тем же в вашей игре. Кстати не создавайте второй пакет. Действительно. Храните данные. Так. Ну и тем более в примерах. Во многих есть просто Data. А. Ребят. Хоть урок и простой. Я вам все таки скажу. Что. Это не просто Data. На самом деле. Когда Data Store 2 сохраняет данные. Он к этому Data. Приписывает вашу имя и фамилию. Как в детском садике. Знаете там. Или в школе. Нашивают. Нашивки на куртки. На носочки. И так далее. Чтобы это не потерялось. Что было написано. Что Вася Черепашкин. Но. Как классно. Что нам самим не нужно добавлять. Никакие Player ID. Вот сюда. Вот таких штук нам писать не надо. Для нас это все делает. Невидимо. Data Store 2. Это просто супер. Кто хочет понять. Насколько это супер. Посмотрите мои два урока по Data Store. И поймете какая там. Жесть. И так. Очень много рассказал про эту строчку одну. Но зато. Зато все. Так. Ну и что. Дальше у нас. Стандартная функция. У службы Players есть такое событие. Player Edit. Оно выстреливает. Оно срабатывает. В тот момент. Когда любой игрок заходит в игру. Вот. Если два игрока зашло. Или три сразу. То для каждого отдельно это срабатывает. И так. Что нам. И мы к этому событию с помощью Connect. Подключаем вот эту вот безымянную функцию. Вот она у нас есть. Что же эта функция делает. Так. Ну она сразу создает хранилище для наших очков. Data Store. И вот для каждого значения. Которое мы храним в нашем пакетике Data Store. Мы создаем для удобства пользования. Вы потом поймете как это классно. Мы делаем маленькое хранилище для очков. Для Points. Делается оно всегда одинаково. Мы должны обратиться к нашему Data Store. Который мы здесь ссылку получили. Указать название. Хранилище. Отдельное маленькое. Для чего именно мы хотим создать. Ну в данном случае для очков. И обязательно указать для какого игрока. А иначе у нас Data Store запутается. Указали и забыли. Больше нам этого игрока нигде указывать не надо. А откуда мы взяли игрока. Как вы помните. Что когда событие срабатывает. PlayerEdit. То первым параметром. Функцию. Передается ссылка на нашего игрока. Отсюда мы можем взять имя игрока. Его ID. Ну что угодно. Так. Итак. У нас теперь есть маленькое хранилище. Персональное. Только для очков. В нашем игроке. В нашего игрока. Мы не должны ломать голову. Как его сохранять. Как его считывать. Все будет Data Store 2. Дальше мы создаем стандартную совершенно штуку. Стандартная штука. LeaderStats. Посмотрите. У меня тоже есть небольшой урок. LeaderStats. Помните. Что это такое. Это лидер. Таблица лидеров. Которая у нас показывается. Вот здесь в правом верхнем углу. Имя. И какие-то параметры. Их несколько. Я подробнее рассказал в игре про LeaderStats. Ой. Не в игре. В уроке. Посмотрите. Так. И если несколько игроков. Вы здесь будете видеть список игроков. Будете видеть где вы. На каком вы месте находитесь. И так далее. Так. Это так называемый. Ну. LeaderBoard. Так уж повелось. Со старого Roblox. Чтобы создать эту табличку. Вы должны каждому игроку. Игроку. Который заходит в игру. Вы ему должны создать. Папку. Создаем просто папку. С помощью инстанции. Заносим в переменную LeaderStats. Меняем имя. У этой папки. На LeaderStats. И потом. Вот в конце мы. В родителя. Этой папки. LeaderStats. Мы заносим нашего игрока. А игрока. Помните. Мы здесь получили. И все. У нас появляется сразу табличка. Здесь. Дальше. А что же вот эти штуки делают? Теперь мы создаем те значения. Которые мы будем. Интересующие нас. Которые мы будем показывать в этой таблице. Помимо имени. Имя там уже автоматически игрока появляется. Итак. Нас интересуют очки. Points. Не путайте. Вот это хранилище для очков. И Points. Которое в табличке. Рисуется. Это разные вещи. Две совершенно. Хотя в них могут и одинаковые значения храниться. Например. Здесь 7 очков. И здесь 7 очков. Но они разные совершенно. Так. А как их связать вместе? Это мы вот здесь вот будем делать. Сейчас дойдем. Итак. Создали. Числовое значение. В котором мы можем хранить. Количество очков. 0, 1, 2, 100, 1000. Сколько хотим. Создали это значение. Это примерно вот как мы плюсом. Нажимаем здесь плюс. И добавить Number Value. Там будет храниться номер. Название меняем. У этой ячейки. Points. Очки. Используйте английские буквы. К сожалению. Здесь надо стараться везде английские буквы использовать. Иначе у вас Roblox запутается. Но я надеюсь в будущем. Через годик. Уже русские буквы будут полноценно везде поддерживаться. Итак. Points. Value. Какое начальное значение мы. В этой строчке мы решаем. Вроде бы. Вот если бы я писал свою игру. Я бы написал вот так. Что-то типа. Игрок зашел в игру. И мы ему загружаем количество очков. Количество очков мы берем из магазинчика. Из вот нашего хранилища. Для очков персональные. Вот внутри этого пакета. Там есть несколько хранилищ. Вот мы и говорим. Вот это вот нам нужно. Point Store. Только по очкам. Get. Get. На русский переводится как получи. Вот. И с помощью вот этой строчки я получаю количество очков. Сколько есть у нашего игрока. Но дело в том, что игрок может зайти в игру первый раз. И там ничего в хранилище нет. Пустой пакет. Наш вот этот пакет. Пустой. Ничего нет. Поэтому в Get есть параметр. Первым. Аргумент 0. Он идет в первый параметр. Он сработает здесь. Можно кстати сделать вот так. Если мы сделаем так. То всем новым игрокам. При входе в игру. Им дадут 100 очков. Давайте запустим. И увидите. Дадут мне 100 очков или нет. И почему. Я сейчас объясню. А у меня 7 очков. Давайте я кликну. Вот уже 8 очков. Непорядок. Вышел. А если я сейчас зайду новым игроком. То новому игроку уже дадут 100. Почему. Потому что. Я пользуюсь функцией Get. Функция нашего магазинчика созданного. Для очков. Эта функция срабатывает так. Она получает. Она возвращает те данные. Которые у нас сейчас хранятся по игроку. А если там никаких данных нет. То она по умолчанию подставляет. Вот это значение. И уже сохраняет. Эта сотня. Сотка. Пойдет и уже сохранится в нашем пакете. Ну в очках конечно же. В нашем пакете. Где вот очки лежат. Все. В следующий раз игрок зайдет. Уже на этот параметр. Сотня. Уже смотреть у нас не будет. Он просто считает из данных. Так ладно. Делаем 0. Чтобы было честно. Чтобы следующие игроки. Которые зайдут. Всем 0. В начале. А когда они уже заработают. Там будут уже очки храниться. Ну все поняли. Вот это хитрость. Это именно сюда мы ставим инициализацию. Если вы хотите чтобы 100 монет было у нового игрока. Создаете магазинчик для монет. Но это мы попробуем. Сделаем чуть попозже. Когда я вам все объясню. А я вам уже все объясню. Почти. Так. Ну это я уже сказал. Добавляем эту ячейку с поинтами в табличку нашего игрока. Делаем родителям нашей таблички. Ну вот помните табличка. Справа вверху на экране. Которая здесь рисуется. Игрока. И все. Все должно работать. Дальше вот на эту штуку мы пока не смотрим. Эта штука. Я ее сейчас объясню конечно. Эта штука. Она. При изменении количества. Очков. Поинт. В нашем хранилище. Вот эта вот функция. Получает количество этих очков. Измененных. И заносит их в нашу табличку. Лидер статс. А как она узнает. Где эти лидер статс находятся. А все дело в том. Что мы лидер статс внутри этой функции же определяем. Вот кстати здесь уже невозможно определить. С этой строчки. Или вот в этой функции. Уже никак не определить. А внутри этой функции. Видите мы local. 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 Описали. Создали переменную points. И вот внутри этой функции. У нас уже. Внутри этого выражения. У нас пожалуйста. Те же points. Тоже значение. Вот. А что за new points. Ок. Рассказываю. Я вам рассказал уже про функцию get. Это как получать. То что у нас есть в хранилище. Так. А вот эта функция. Она называется onupdate. На русский переводится. Событие сработает. Когда что-то обновится. Когда количество очков. Когда в этом магазинчике изменится количество очков. Например. Уменьшится. Или увеличится. То сразу сработает событие. Где бы вы ни были. В какой бы скрипте. Это мы не изменяли. Если мы в другом даже скрипте это изменим. Внутри datastore. Изменим количество очков. Сразу в этом скрипте. Вызовется это событие. Onupdate. Кстати. В других скриптах. Вы точно так же можете создать. Точнее получить ссылку на магазинчик наших очков. И точно так же к нему привязать. На его обновление. Вызов другой функции. Тогда вызовется и здесь функция. И в том другом скрипте. Где вы это тоже сделали. Все скрипты с datastore. Работают только серверные. Никаких локальных скриптов. В принципе быть не может. И никогда не будет. Если вы хотите. Чтобы у игрока при нажатии на кнопку. Что-то менялось. Вам придется писать и локальные скрипты. Особые для связи с сервером. И на сервере ответную часть. Но это в каких-то других уроках. Наверное. Так. Итак. Когда сработал onupdate. Когда кто-то изменил количество очков. Вызывается функция. Вот здесь мы ее тоже анонимно. Без имени. Вызываем. И у нее есть первый параметр. New points. Сюда. В этой переменной. Будет. То значение новое. Которое уже измененное. Если мы добавили. Например. Один point. Одно очко. То здесь уже будет. Новое. Там. Ну например. Было 6 очков. Теперь будет здесь семерка. Ок. Итак. Мы знаем. Что здесь семерка. После обновления. И эта семерка присваивается в points value. А где это points находится? Points находится в leader stats. Папке. И соответственно. Давайте я запущу. Игру. Leader stats. Вот. Здесь stats восьмерка. Так. Как же сделать? Я так редко делаю. Честно говоря. Так. Ну что ж. Смотрим. Вот. Вот это вот. On update. Давайте я кликаю сюда. Видим. Восьмерка у меня здесь. Кликнул. Появилась девятка. А в этот момент. Когда я кликнул и добавил. Сейчас мы посмотрим. Кстати. Как при клике на эту деталь. Увеличиваются очки. Итак. Я сюда кликнул. Что же произошло? Вызвалась вот эта функция. Сработало событие. On update. И вызвалась моя функция. Здесь уже в New Points девятка пришла. И мы эту девятку присвоили в Leader stats. В эту табличку. Ну вот так. Если что-то непонятно. Ну ребята. Тогда. Вам нужно смотреть урок про Leader stats. Так. И все. Осталось у нас. Последний. Последний кусочек. Так. Вот. Детали которые что-то дают. Ну вы конечно в игре можете заменить на NPC. Потому что кто будет играть в игру. Если вы заходите. У вас тут кирпич и points написано. Ну я может и буду играть. Так. Итак. Ссылаемся на нашу деталь. Я ее назвал points part. Добавил в нее клик детектор. Для чего клик детектор нужен? А чтобы на клик детектор. Можно было на событие mouse click. Кстати смотрите тоже мой урок про работу с мышкой. Про клик детекторы. Когда мы кликаем. У нас срабатывает событие. Вы увидите с помощью коннекта к событию mouse click. Присоединили функцию. Вот такую безымянную. И нам конечно же передают. Того кто кликнул. Игрока. Player. А для чего нам нужен Player? А Player нам пригодится для создания. Для открытия. Помните мы здесь создавали маленькое хранилище для наших поинтов. Видите строчка прям один в один. Скопирована отсюда и здесь. И имейте ввиду во всех всех. Не обязательно в одном скрипте это хранить. Можете создавать эти скрипты прям внутри этих деталей. На вашей местности. Единственное вы должны конечно DataStore подключить. Вот так. С помощью вот этого. Require. Подключаете DataStore 2. Который у нас хранится. По какому адресу? Service. Script Service. Здесь. И вот он DataStore. Ок. TX. Я могу это перенести в другой скрипт. Ну я думаю что вы мне верите что это работает и в другом скрипте. Итак. Получили ссылку на наш магазинчик. Очков. Только поинтов. Она. Эта ссылка получается с помощью обращения к DataStore. Название того что у нас скомбинировано в пакете. Вот допустим Points. И наш игрок. Чтобы взяли в пакете конкретного игрока. А дальше мы уже обращаемся к следующей функции интересной. Вот у нас были. Какие у нас были функции? У PointStore нашего. Get и OnUpdate. Get это получить. OnUpdate это событие. Чтоб оно сработало. В момент изменения. А вот эта функция Increment. Увеличить. Увеличить значение. Если у нас там сейчас например 0 был. То добавить 1. Мы можем сюда поставить например. Давайте тройку поставлю. И давайте запустим игру. И посмотрим как у нас работает. Вы посмотрите как даватель очков всего из двух строчек. Вот я кликнул. Мне уже 12 очков. Давайте кликнул. Уже 15 очков. Останавливаем. Как же Roblox понимает. Что какому игроку. В какие значения. Что давать. А все очень просто. Все за нас делает DataStore 2. Когда мы создали маленький. Еще в одну переменную. Кстати вот эти переменные они разные. Эта переменная только внутри локальной этой функции живет. А эта переменная живет только внутри вот этой функции. И это обязательно должно быть так. Если кто-то из вас забудет слово локал. То у вас будет привет. Вася Черепашкин получит очки. Какой-нибудь Оли Свечкиной. И наоборот. И все перепутается в вашей игре. Сломается. Будет очень плохо. Так. Итак. Здесь мы получили этот поинс DataStore. И к нему обращаемся. Увеличено 3. А как DataStore поймет, что нужно увеличить там у Васи или у Оли. Все дело в том, что когда мы создавали наш поинс Тор. Мы сослались на игрока. У этого игрока. Вот видите мы передали ссылку на нашу. Вот и все. Видите как все просто. Это проще моих предыдущих уроков. Где мы там что-то сами придумывали. Хранили в каких-то табличках. Ведь у меня здесь никаких табличек. Ничего не указано. Все за нас уже делают. Надо немножко подумать. Я специально... Урок хоть короткий, но специально Вам объяснил подробно. Так. Ну давайте теперь сделаем Money. Сдублировали. Переименовываю в MoneyPart. Наклейку я менять не буду. Просто цвет изменю на какой-нибудь монетке. Вот у нас будут золотистые. MoneyPart. Так. Ну и давайте теперь как раз проверим. Так. У меня здесь нехорошее название. Скреппоинтс. Назову его MainScript. Главный скрипт. Мы здесь встречаем наших игроков. И даем им начальные какие-то значения. Так. Ну здесь с очками мы разобрались. Давайте теперь... Мани. У меня уже здесь добавлено, что их нужно комбинировать. Давайте я сделаю немножко по-другому. Этот Place вы сможете скачать по ссылке под моим видео. Сами поэкспериментируйте. Что-то добавите. Мани. Можно так комбинировать, если красивее. Можно через запятую, как я показал. Так. Эх-эх-эх. Не будем создавать еще одну такую функцию. Давайте мы воспользуемся уже этой. У нас же это событие в любом случае сработает, когда игрок подключился. Так. Можно сразу создать... Я предлагаю создавать все магазины. Но не создавайте те магазинчики, ну, хранилища, которыми вы не пользуетесь внутри этой функции. Потому что это немножко Roblox тормозит. Вы же не хотите, чтобы там у вас лагало. Так. Мани. Смотрите. В конце мы дописываем, делаем суффикс store. Чтобы было понятно, что в этой переменной хранится. Вы можете, конечно, буковкой M назвать его. И никто вас ругать не будет. Я так и делаю, кстати. Но не для уроков. Так. Мани. Лидер стат уже создан. Очки созданы. Давайте теперь создадим. Создадим теперь для монеток. Тоже отдельная переменная. Тоже обязательно local. Мани. А, давайте я здесь попробую с долларом. Вот так. Так. И нужно ссылку на Manny Store. Потому что, ребята. Так. И помните, давайте будем давать 10 монет при входе. Или нет? Жалко, что ли. 100 монет. Так что все новые игроки получат 100 монет. А потом будут получать то, сколько у них осталось. Все. Здесь ничего не меняем. Так. Вот это вот мы меняем. Не меняем, а добавляем еще одну функцию. Только уже для Manny Store. Когда монетное хранилище обновится для наших монеток. Мы монетки здесь изменим. Давайте сделаем вот так. Здесь тоже мы можем называть как угодно параметр. Лишь бы совпадало. Так. А сюда, конечно, мы должны так ранить. Так. Нормально. Ну и давайте кликер тоже сделаем по аналогии. Workspace. Не Points Part. А у меня, как она называется? Money Part. Money Part. Money Part. Здесь монетку. А, зачем я это делаю? Вот я могу скопировать. Вот у меня. Монеточный мой. Так. И не забываем. Видите, подчеркнуто. Roblox говорит, что нет такой переменной. Конечно, я вот так должен сделать. Так. Увеличиваем. А монетки будем увеличивать. Ну, ладно. Деньги неисчислимые, но обычно в монетках coins допускают. Единичку даем. Так. Ну что? Запускаем. Во-первых, сразу должна быть... Сколько мне там? 100 монет дают. 100 монет, так как я новичок здесь. Так. Что-то я не то сделал. Забыл добавить, наверное, сюда. Останавливаем. Надо еще посмотреть output. Ошибки тут были. Нет, ошибок не было. Значит, смотрим скрипт. Я вот здесь забыл добавить, наверное... А, да. Я забыл монетки добавить в нашу табличку. Ну все, теперь в лидер статс забыл добавить. На экране. Так что монетки-то мне дали уже. И даже я, по-моему, кликнул. У меня сейчас должно быть не 100 их, а 100... Да, вот видите, 101. Потому что я один раз кликнул. Кликаем. Вот здесь у нас 102, 102 доллара. На поинты кликаем. Здесь у нас появилось. И все, сохраняется. Все отлично. Уже можете придумывать свои игры. Так. Ну что, ребят. Конечно же, подписка. Конечно же, колокольчик. Безусловно. В комментариях вопросы задаем. Всем рассказываем. Заказы на какие-то темы можно с донатами передавать. Это, потому что в первую очередь приоритет. И можно оставлять в комментариях. Если интересные темы, то я по ним сделаю урок. Или, по крайней мере, так или иначе, их упомяну и покажу в других уроках по другим темам. На этом пока.